С добрым утром, уважаемые телезрители! Начинаем передачи местного телевидения. Сегодня среда, 15 сентября. Вашему вниманию мы предлагаем видеосюжет о ходе подготовки к активному сезону в Доме пионеров и школьников. В школах города и района начались учебные занятия. А с 1 октября начнутся занятия и в системе дополнительного образования, то есть в Домах пионеров и школьников, в станции юных техников, в детско-юношеской спортивной школе. Сегодня, в настоящий момент, мы находимся в Янаульском Доме пионеров и школьников и узнаем, как они готовятся к началу активного сезона. Слово я передаю директору Эльбине Рафисовне Карамовой. Добрый день! Мы рады вас приветствовать в нашем Пьяноусском Доме пионеров и школьников. Я говорю в Доме пионеров и школьников, потому что в нашем районе и как в республике действует пионерская организация, которая работает по программе ИСТОК. В нашем Доме пионеров дети занимаются после урочного времени. Приходят они к нам просто так иногда и побеседовать, но в основном они приходят учиться чему-то. Мы начинаем, мы их с нетерпением ждем, к их приходу готовим кабинеты, ежегодно делаем косметический ремонт, ну и нынче тоже провели косметический ремонт кабинета. Итак, оформили класс для танцев, зеленый класс для юнатов оформили, оформили также кабинет изо-студию и кабинет для кружковых занятий для хозяюшек. Сейчас я хочу вас ознакомить, какие кружки у нас нынче будут работать, чем занимаются, что готовят на этих кружках. Вот здесь в шкафу вы видите поделки ребят, которые занимались у нас в прошлом году. Как и в прошлом году, нынче у нас будет работать клуб «Золушка». Клуб «Золушка» сюда ходят девочки, начиная со второго по восьмой класс. Руководница Ахмедьянова Роза Рафтатовна. Она у нас хорошо шьет, хорошо вяжет, красиво рисует и делает искусно разные поделки. Кружок вышивания. Вот девочки у нас приготовили разные на кухню поделки. Из разных остатков, отходов, ненужных ленточек. Красивые вещи сделали. Работает у нас кружок «Сувенит». Вот посмотрите, вот на эти вазочки какие. Вы не догадаетесь, из чего же они сделаны. Молочная бутылка, бутылочка под шампунем. Вот они так искусно их разукрасили нитками, семечками, пластилином. И получилась прекрасная вещь. Кружок «Мягкая игрушка». Вот посмотрите, какие красивые куколки у нас готовят. Нынче тоже у нас будет очень красивая, симпатичная молодая девушка, Лаиса Паритовна. Дети, конечно, сюда ходят очень трудолюбивые. Это трудоемкая работа. Ну, конечно, детей бывает поменьше, потому что материал очень нужен. Работает кружок вязания крючка. Вот этот красивый копеночек или карандашницы сделан из разных отходов ниточек. Кружок «Сувенит» девочки делают для себя. Вот такие вот красивые брошечки. Эти брошки во время наших аукционов, выставки, продаж пользуются большим спросом. Кружок «Роспись по дереву». Такого кружка у нас, конечно, нет. Это в основном в клубе «Золушка» девушки занимаются. Вот такие красивые разделочные доски. Все с желанием оформляют, и эти доски украшают на кухне их дома. А вот здесь вот малыши у нас делают на кружке картонажное дело вот такие вот сказки, изображения. Тут и природный материал, и остатки на кухне, разные бумажки, которые мы находим в корзиночках. Вот, пожалуйста, и они оформлены красиво. Этим кружком у нас занимается ветеран педагогического труда Венера Касимовна. Ну, большим желанием сюда ходят девушки на кружок конструирования и моделирования одежды. Вот это последняя работа, и старые кодочки одели куколку. Девушки приходят сюда не только учиться, но они вносят в свою лепту семейную копилку. Как они это делают? А очень просто. Папины старые рубашки, маминые пинжачки приносят и переделывают, перешьют себе то юбочку сделают, то пляжный костюм, то даже кто-то делает покрупнее куточки в прошлом году шили. Дальше у нас кружок, которым руководит Ираева Валерия Юрьевна. Кружок тоже называется сувенир. Вот ненужные коробочки в магазинах у нас, у входов мы часто встречаем, такие коробочки лежат. Вот они эти коробочки подбирают и вот такое красивое панно делают. Очень красиво смотрится, и всегда взрослый, кто к нам приходит, удивляется, откуда, где такую вещь вы купили. Но мы это не покупаем, сами делаем. Но сейчас очень современно, так скажем, модно, кружок макраме. Вот девочки такие вот кашпо, панно делают. И тоже во время различных продаж пользуются эти изделия у нас большим просом. Помимо того, что девочки у нас что-то готовят, шьют, они у нас танцуют. Всем известно в районе хореографический ансамбль «Ровесник». Не обходится ни один праздник без их участия. Очень отрадно нам, что они выступали на сцене Казанского театра. Гуфи, они раз выступали уча, принимают участие в различных конкурсах. Этим ансамблем «Ровесником» руководит Альфера Белаловна. Мы сейчас приглашаем вас в кабинет принципального кружка. Пожалуйста. Здесь готовится занятие. Альфера Белаловна Зайнулина, руководитель Сафараревский ансамбля «Ровесник». И наш молодой коллега, который будет вести кружок «Ровесником». Готовы ваши кружки. Альфера Белаловна, сколько групп в этом году в вашем кружке? Ну, в этом году у меня опять новая группа появляется, это значит пятая группа будет. Пять групп у меня всего будут заниматься в этом году. Поскольку этот год у нас был знаменательный, старшие девочки у меня ушли. И вот новую группу я беру со второй школы. Новая группа, это ребята из какого класса? Второй класс, гимнастический класс я убрала, занималась с ними в том году. И теперь я их беру сюда, в Дом пионеров, с ними заниматься основательно. Основной костяк остается, да? Да, основной костяк остается. Детей очень много приходит, поскольку у нас помещение маленькое, детей много. Руководитель только одна всего я, тоже в этом вопросе у нас проблемы есть. Значит, вот если желающие будут, их вы уже не сможете записать, да? Ну, нет, скорее всего. Получится? Нет, не получится. У нас новая педагога пришла, она будет брать. На ритмику, да? Да, на ритмику. А кроме вот кружков танцевания, чем вы с ребятами занимаетесь в свободное время? У нас обычно проходят различные мероприятия. День рождения отмечаем, выходим на природу с ними. Иногда поездки у нас получаются. Вот в прошлом году вы выезжали с концертами. Да. А в этом году намечаете? Обязательно. Концерт это прежде всего, когда с концертом выезжаешь, это детей подтягивает, и танцы у нас становятся очень лучшие. Нам бы хотелось бы в основном заниматься творческой деятельностью. Не только танцы, наверное, у вас и песни. Мы песни обычно берем тех, которые более-менее хорошо поют. Из своего же кружка? Из своего поют, можем взять и с музыкальной школы. И ведущие, наверное, у вас есть свои? Ведущие у нас теперь есть свои. А аппаратуры как у вас? Аппаратуру, все хорошо. Теперь монтофоны, их у нас два, и кассетные, и каточные, и проекторы есть. И микрофоны, и усилители, если у вас нет. Да. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы со временем шагать, и тоже завести, более-таки другие аппаратуры, как Ямахо, например. И современная аппаратура, да? Да, обязательно. Потому что с концертом нужно обязательно более усиленное. Да, это и ребят подтягивает. Да. Уже виден результат своего труда, как говорится. У нас обычно проблема – это костюмы. Мало костюмов. Мы вот постараемся заниматься. Но это очень мало, поскольку сейчас сцены подскочили. Обувь у нас еще мало. Мы взяли обувь для мальчиков, для девочек туфли. Вот теперь нам надо еще обязательно для девочек сапожки заиметь. Это тоже класс у нас стал очень красивым в этом году. Делали ремонт, да, похорошел. Но мы постараемся сделать стенды на водном танце. У нас есть свои там небольшие, которые нужны для занятий. Постараемся, чтобы картина тоже больше была о танцах. Ну, нам больше, конечно, хотелось бы связываться и с другими коллективами. Не только у себя выступать, но выезжая в другие районы, даже в другие города. Детям это было бы, конечно, очень приятно. Да, немножко. Ну, Фрэбилан, знаешь, вы уже готовы принять с первого октября, ребят? Да, готовы. Мы всегда готовы. Вы ждете, не дождетесь? Занятия мы, наверное, начнем раньше. Мы обычно так начинаем. А раньше еще? Еще раньше начинаем, да. Вот только хореография, это же надо работать с ними побольше. Откуда ребята узнают, что занятия у вас поражают? Я обычно к ним в школу хожу, классы, всех... В связи со школой задерживаются. Да, им говорю, вот тогда, тогда начинаем. Спасибо, Фрэбилан, вам большое. Респект вам. Почаще приходите к нам. Спасибо. Мы находимся в кабинете, где дети у нас рисуют, занимаются лепкой и готовят различные сувениры. Так называемый кабинет из-за студии. Мы с вами находимся в зеленом кабинете. Этот кабинет был оформлен два года назад. Так как у нас кабинетов не хватало, мы этот кабинет переделали из хозяйственного кабинета. Здесь занимаются в основном женаты. Вот все цветы, растения, которые здесь вы видите, выращены их руками. Сюда входят, конечно, дети средних классов, четвертые, пятые. Они ухаживают за канареечкой, за хомячком и за рыбами. Весной они сажают рассаду помидоров, которые продают за символическую сумму и покупают необходимый корм для животных. Здесь у нас в этом кабинете занимается трудолюбивая наша руководитель Фазидинова Дениако Узиевна. Помимо кружковой работы мы для детей организуем различные походы, экскурсии и поездки по городам. В прошлом году с детьми мы выезжали в Кунгурскую пещеру, в Куртуфу и в Бортнефтекамск. Мы смотрели захватить очень мало, конечно, детей, так как у нас была запроска в транспорте. Нынче, вот буквально неделю назад, мы привезли новый автобус. И надеемся, что дети у нас увидят окружающий мир и природу нашу по счастью. Помимо работы с детьми у нас в Доме пионеров создан металлический отдел. Мы оказали металлическую помощь вожатым сельских школ, организаторам и классным руководителям. Систематически в месяц проходят семинары для пионеров-вожатых, для классных руководителей, для учлений начальных классов. В следующем хочу пригласить всех ребят, кто еще не нашел себе занятия по душе, кто скучает дома, кому некуда обратиться, приходите к нам, пожалуйста. Мы вам выберем занятия по душе, дадим советы. В этом году, как никогда, холода насупили очень рано. Во многих домах уже тепло. Но в то же время многие жители жалуются на то, что очень холодно в домах. Вот и в газете писают, что в детских садах номер один, номер десять, детям было холодно. Но в настоящий момент мы как узнали, что там уже тепло дали. А вот как насчет домов? Зимфир Малакаревич, я вам даю слово. В нашем городе всего 18 котельных установок. Все котельные установки на сегодня готовы к работе. Уже многие работают. Вот мы сейчас находимся на территории центральной котельной номер один. Эта котельная уже работает с 23 августа текущего года. Сегодня эта котельная дает тепло первому микрорайону и частично домам второго микрорайона. Обслуживает эту котельную и котельную второго микрорайона ПВС. НГДУ Красного нефедь. Котельную они готовили. Хорошо, я бы сказал. Но сегодня действительно отдельные дома не отапливаются. Из 124 домов на сегодня отапливается 71 дом. Остальные пока на стадии завершения ремонта. На этой неделе, к концу этой недели, многие оставшихся домов будут отапливаться. А вы сможете назвать несколько причин, почему задерживается тепло? Я бы не сказал, что задерживается тепло. Отапливательный сезон начинается в основном с 15 сентября. Если сравнить с другими городами нашей республики, наш город, наверное, первыми дал тепло. И в прошлые годы также было. Поэтому тут сказать, что мы задерживаемся нельзя. А причина, почему именно отдельные дома не отапливаются и частично не отапливаются до сих пор, детясы номер один и детсад номер 10, это были неполадки в теплосети. Эти неполадки устранены. В настоящее время все школы, детские, дошкольные учреждения и учреждения здравоохранения отапливаются. Зимфер Милогалевич, а вот вы сможете назвать сроки, что последние дни, когда, по-моему, в среду, в четверг вы уже обещаете всем тепло, не так ли? В среду, в четверг, конечно, всем тепло не будет. Но где-то 90-93% жилищного фонда будет отапливаться. Остальная часть, это до 20-го числа, и отдельные дома еще останутся до 25-го сентября. А с 25-го сентября, я считаю, 100% домов, и объекты соцкульпт-быта, и даже промышленные объекты будут отапливаться. Спасибо, Зимфер Милогалевич. Анатолий Григорьевич, как у вас дела обстоят? Есть ли какие-нибудь проблемы? Проблем очень много. Проблемы решаем на ходу. В этом году мы население города снабжали непрерывно горячей водой. Поэтому приходилось работать непрерывно, даже в летний период. Отопительный сезон у нас круглогодно длился. Если ранее мы проставили на ремонт 3-4 месяца, то в этом году мы всего только 10 дней. Сначала вышла на ремонт котельная номер 1. Потом, когда отремонтировали ее, 23-го пустили, 25-го уже полностью вышли на свой технологический режим. Приступили к ремонту котельной номер 2. В настоящее время все котельные, которые отапливают город Яновул, у нас находятся в рабочем режиме. Нагрузка хорошая, только не выдерживают теплосети. Ввиду того, что Яновул весь расположен на воде, на болоте, теплосети требуют срочного ремонта. А где-то 80% теплосетей полностью замены. Потому что физически и морально уже устаревшие теплосети. Спасибо, Анатолий Григорьевич. В 8-м году в Краснофонах ведется реконструкция теплоснабжения квартала 47. Это связано с вводом, переключением теплоснабжения котельной микрорайона номер 2. В настоящий момент ведется монтаж колонн, потом начнется теплотрасса. В этот момент надо, конечно, проводить эти работы в скоростей срок. Это бригада вина, который всегда был в хорошем месте. Дети работают. Вести надо в хорошей срок, поэтому бригада вина. Бригада вина уже более 20 лет работает, награжден орденом. Нацопиться в работе очень добросовестно. Котельная номер 2. Наверное, не все его видели. Вот, может, есть возможность увидеть. Зефир Малагалевич, чем же вызвано строительство новой котельной? Строительство новой котельной было вызвано нехваткой тепла. Очень много строится дома. Пятиэтажные дома, двухэтажные дома. Появляются новые целые микрорайоны. Их надо обеспечивать теплом. Поэтому еще многие годы тому назад нехтяники проектировали и построили такой мощный завод по производству тепла. Это самая мощная котельная установка. Для сравнения могу сказать, что мощность его приравнивается всем остальным котельным установкам нашего города. Поэтому котельная была построена с перспективой на многие десятилетия. с перспективой, чтобы подключить дома железнодорожного узла, подключить шестой микрорайон, ликвидировать котельные 47-го квартала, 56-го квартала. В целом дать тепло всему второму микрорайону и часть домов первого микрорайона. Так и было сделано. В прошлом году, вы, наверное, помните, в декабре месяце были подключены дома шестого микрорайона, все двухэтажные дома. В настоящее время заканчивается реконструкция бойлерной 56-го квартала, то есть в здании котельной, бывшей котельной 56-го квартала. И затем, в ближайшие дни, это числа 16-17-го, дома одноэтажной застройки в районе больничного городка получат тепло. Зефир Малакалевич, последние дни почему-то часто стали перебои с водой. Вы сможете ответить на такой вопрос? Почему же иногда вот не бывает воды у жителей? Да, действительно, в прошлой неделе были несколько дней с перебоем с водой. Это было связано с некоторыми нарушениями режима работы Кисакайского водозавора. Недосадки устранены. В настоящее время с водой все нормально. Более 5,5 тысяч километров дает воду Кисакайский водозавор через водопотъемную номер 3. Остальную часть воду дает более 3 тысяч километров водомыхчатых железнодорожников. И более 2 тысяч километров дает Шурельский водозавор, который обслуживает масло с рекоменом. Таким образом, у нас по количеству потребляемой воды в городе, это намного выше нормы. Думаю, что вот эти отдельные неполадки устраняются и будут устранены. Зефир Малакалевич, и сегодня на совещании тоже был поднят вопрос насчет освещения улиц. Что Вы сможете сказать по этому вопросу? Да, этот вопрос сейчас актуальный, потому что наступили осеннее время. Ночи длинные, длиннее стали, дни, значит, покороче. Поэтому сейчас особенно актуален данный вопрос и правильно было поднято. Но этот вопрос на прошлой неделе начали электрики, особенно коллектив СМЭС. На этой неделе в основном будут завершены. Работа посвящена улиц, особенно пока центральная улица, улица Ленина, улица Победа. Нефтяники завершат ремонт сетей освещения по улице Азина, по улице Советской. Пока у нас темно еще действительно по улице Некрасова, Билинского, Сосарисийской. Недостаточно освещения по улице Худайбердина, Ломоносова, Маяковского и на дороге больничный городок, то есть на улице Давлична. В целом проблема есть, но в настоящее время лампы дневного освещения, то есть рел-215, приобретут в достаточном количестве и они будут установлены. С другой стороны, жителям, конечно, надо было относиться бережно на лампы освещения. Дети их развивают. Например, по улице Билинского установили две недели тому назад лампы, через неделю опять становится, что лампы уже сгорели. На самом деле дети разбивают, эти лампы, видимо, играют, и улица становится темной, а эти лампы очень дорогостоящие, их найти, конечно, трудно. Поэтому жителям тоже надо бы контролировать данный вопрос. Зимфир Мулагаревич, большое спасибо вам за ваше разъяснение. Уважаемые телезрители, в нашей беседе вместе с Зимфиром Мулагаревичем Минязевым также приняли участие начальник цеха пароводоснабжения НГДУ Краснохомскнефть Анатолий Григорьевич Деревнин, также главный инженер СМУ НГДУ Краснохомскнефть Митхат Акмальдинович Галямов. Как вы уже слышали, всем нам скоро, уважаемые телезрители, станет и тепло, и светло. Но так и это будет. На этом мы передачу о тепловодоснабжении и освещении города не заканчиваем. На следующую передачу мы намерены пригласить заместителя главы местной администрации ЗИКАФ Мулагаревича Фаркутинова. Уважаемые телезрители, в наш комитет, в комитет по управлению государственным имуществом поступает много вопросов от населения, куда вложить в аучеры. Для вас сообщаем, что Фонд имущества Республики Башкортостан проводит второй республиканский специализированный чековый аукцион по продаже акций приватизированных предприятий. В общей сложности на аукцион будет выставлено более 1 миллиона 230 тысяч акций. В нашем комитете открыт пункт приема приватизированных чеков по адресу улица Азина, 30 зданий городского совета. Типы аукциона закрыты. Это означает, что принимаются приватизированные чеки, выданные только на территории Республики Башкортостан. Номинальная стоимостью 40 тысяч рублей. Первый день приема заявок договоров 14 сентября, а последний день 4 октября этого года. На продажу выставляются акции 8 акционерных обществ открытого типа. Это Башкирское акционерное общество Башкирэнерго, уставной капитал которого более 5 миллионов рублей. Номинал одной акции составляет 1 тысячи рублей. Выставлено акции на аукцион 10% от уставного капитала. Акционерное общество открытого типа «Автонормаль», юридический адрес в городе Беливей, производит комплектующие изделия из отыскной части для автомобилей и другой техники, а также товары народного потребления. Это предприятие выставило на аукцион наиболее весомые акции номиналом в 5 тысяч рублей. Акционерное общество открытого типа «Автоприбор», адрес город Октябрьский, основной вид деятельности – производство электротранспортного оборудования, станкостроение, товары народного потребления. Уставный капитал этого предприятия составляет около 2 миллионов рублей. Номинал одной акции – 1 тысяча рублей, выставлено на аукцион акции 15% от уставного капитала. Следующее предприятие – это Уфинский завод колостомерных материалов, изделий и конструкции. Акционерное общество «Уземек» – это бывший завод артеи имени фрукции города Уфы. Уставной капитал этого предприятия – 1 миллион рублей. Номинал одной акции составляет 1 тысяча рублей, выставлено на аукцион 15% от уставного капитала. Следующее предприятие – Акционерное общество открытого типа, научно-производственная фирма «Геофизика». Уставной капитал составляет 136 тысяч рублей. Номинал одной акции составляет 1 тысяча, выставлено на акции на аукцион 15% от уставного капитала. Швейная фабрика имени 8 марта города Уфы. Уставной капитал которого составляет 95 тысяч рублей. Номинал одной акции – 1 тысяча рублей, выставлено на акции на аукцион 15% от уставного капитала. И следующее предприятие – Акционерное общество открытого типа и Шимбальский станкозавод. Уставной капитал которого составляет 135 тысяч рублей. Номинал одной акции – 1 тысяча рублей, также выставлено на аукцион акции 15% от уставного капитала. И Акционерное общество – Мириозовский завод железнобетонных конструкций. Основной вид деятельности – реализация железнобетонных конструкций. Уставной капитал этого предприятия – 95 тысяч рублей. Номинал одной акции составляет 2 тысячи рублей. 15% выставлено на аукцион от уставного капитала. Для участия чеков на аукционе вам необходимо представить заявку-договор, свой приватационный чек и документ, удостоверяющий вашу личность. Заявки договора мы принимаем по двум типам. По типу номер 1 вам гарантируется получение одной или нескольких акций. То есть вы согласны на то количество акций, определяемые на аукционе. По типу номер 2 вы указываете минимальный курс, то есть минимальное количество акций, которые участник согласен приобрести за один премиционный чек. То есть по типу номер 2 вам не гарантируется получение акций. Если, допустим, курс аукциона будет выше, чем вы указали минимальный курс, то вам будут возвращены ваши премиционные чеки и заявка будет неудовлетворена. Желаю будущим акционерам больших удач и больших клиентов. Уважаемые телезрители, вы слушали выступление председателя комитета по госимуществу администрации города Янаул и Янольского района А.С. Садыковна Якубовой. А теперь послушайте несколько объявлений отдела по делам молодежи местной администрации. При отделе начал работу социальная служба для молодых людей. Если у вас есть проблемы относительно вашей судьбы, не складываются отношения в семье с родителями, вы не знаете, как избавиться от одиночества и плохого настроения, звоните по телефону доверия 2-32-51 по вторникам, четвергам, субботам с 20 до 22 часов. Вас выслушают и дадут советы квалифицированные психологи. Повторяю номер телефона доверия 2-32-51. Отдел молодежи приглашает молодых исполнителей и танцевальные коллективы принять участие в первом районном фестивале «Новые поколения». В фестивале могут принять участие молодежные исполнители, солисты до 30 лет, выступающие в жанрах народной песни, популярной молодежной песни. Танцевальные коллективы, выступающие в жанрах современных молодежных танцев, народных танцев. Вокально-инструментальной ансамбле и коллективы, работающие в жанре популярной музыки. Заявки на участие принимаются до 26 сентября 1993 года по адресу город Янаул, улица Крестьянская, 18, комната 4. Телефон для справок 2-32-51. Также отдел молодежи приглашает 16 сентября во дворец культуры на концерт популярной московской группы «Арамис». Сталист Николай Ким. Принимаются коллективные заявки от организаций и предприятий. Билеты продаются в кассе районного дворца культуры. Начало концерта 20 число. Телефон для справок 2-32-51.